За волонтера заступились благотворители За волонтера заступились благотворители К Дмитрию Медведеву обратились за поддержкой в защиту арестованного Алексея Миняйла 2. Коммерсант от 24 сентября 2019 года, 17.31 24 сентября актеры, режиссеры, общественные деятели и представители благотворительного сектора подписали открытое письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в котором просят изменить меру пресечения одному из фигурантов московского дела Алексею Миняйла известному своей волонтерской и социальной деятельностью По мнению подписантов, Алексей Миняйла не должен сидеть в тюрьме так как ему не предъявлены обвинения в насильственных действиях а московское дело должно быть прекращено 26 сентября Басманный суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей активиста Алексея Миняйла задержанного 27 июля за участие в массовых беспорядках а также других фигурантов московского дела которые находятся под подпиской о невыезде письмо в поддержку господина Миняйла подписали в частности, актеры Чулпан Хаматова, Ксения Рапопорт, Татьяна Дагилева, Александр Филипенко режиссер Андрей Звигинцев и киновед Любовь Аркус «Мы знаем, что вы придаете большое значение развитию волонтерского движения в России» неоднократно подчеркивали его важность для развития гражданского общества в России говорится в обращении к премьеру Медведеву сегодня один из активных участников волонтерского движения в беде авторы письма подчеркивают, что Алексей Миняйла единственный из обвиняемых в массовых беспорядках 27 июля остается в СИЗО остальным фигурантам московского дела меры пересечения изменена на подписку о невыезде при этом, как утверждает сам активист и его адвокаты в акции протеста 27 июля он не участвовал Алексей Миняйла работает в благотворительной организации «Полдень» которая помогает социализироваться выпускникам детских домов несколько последних лет он был наблюдателем на выборах а минувшим летом обучал волонтеров предвыборного штаба кандидатов депутаты Мосгордумы Любови Соболь правильно оформлять сбор подписей за ее выдвижение после снятия госпожи Соболь с выборов она объявила голодовку которая длилась с 13 июля по 14 августа и которую поддержал Алексей Миняйла 27 июля госпожу Соболь задержали до начала массовой акции протеста и доставили в Хамовнический суд как потом рассказал Алексей Миняйла он провел полдня у здания суда в акции протеста не участвовал и был задержан сотрудниками разгвардии вечером на подходе к Трубной площади следствие вменяет ему в вину участие в массовых беспорядках статья 212 УК по данным портала Медиазона, активист через социальные сети убеждал людей выйти на мирные акции протеста Алексей Миняйла находится в СИЗО со 2 августа ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы в поддержку Алексея Миняйла и других фигурантов московского дела уже высказались актеры представители некоммерческих организаций НКНО, священники Русской Православной Церкви в обращении священников, которые подписали более скак лириков РПЦ выражается надежда, что с Алексея Миняйла православного человека, активно вовлеченного в социальную и благотворительную работу будут сняты обвинения, поскольку он не совершал насильственных действий и не обвиняется в них мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона а власть накладывает на человека дополнительную ответственность а не освобождает от нее, говорится в обращении священников в противном случае само правосудие превращается в насмешку и массовый беспорядок муниципальный депутат Николай Князев лично знакомый с Алексеем Миняйла в разговоре с твердый знак назвал задержание активиста ошибкой системы ему до сих пор не предъявлено никаких обвинений адекватных такой мере пресечения участие в массовых беспорядках это несерьезное обвинение ведь Леша не было на акции протеста да и самих массовых беспорядков не было так что всех задержанных надо отпускать на вопрос, почему господин Миняйла был задержан депутат ответил он активист, помогал независимым кандидатам и он яркая, харизматичная личность думаю, причина в этом по словам депутата Алексей Миняйла никакой опасности не представляет и нет нужды держать его под стражи прямая речь, что важнее в суде в поддержку Алексея Миняйла и других фигурантов московского дела высказались более 400 представителей НКНО а возле здания администрации президента РФ уже неделю продолжаются одиночные пикеты Алексея Миняйла обвиняют в участии в массовых беспорядках а массовых беспорядков не было рассказала твердый знак актриса и попечитель благотворительного фонда созидания Татьяна Лазарева это было мирное массовое шествие задерживать людей за мирное шествие большая ошибка сегодня за участие в массовых беспорядках могут привлечь любого человека с активной гражданской позицией человек, который любит свою страну думает о ее будущем хочет исправить несправедливость не имеет права требовать каких-то изменений но это неправильно ты живешь в стране ты гражданин ты имеешь право сказать вот это мне не нравится давайте попробуем это изменить задержание Алексея Миняйла и активная общественная поддержка фигурантов московского дела актуализируют дискуссию о том имеют ли право НКН и благотворительный сектор сотрудничающий с государством критиковать его действия мне кажется слово государство используется нами немножко неправильно рассуждает Татьяна Лазарева потому что государство это все мы, люди а есть другое слово власть оно обозначает тех кто решает как мы живем как живет государство и если мне не нравятся правила установленные властью я бы с удовольствием это с ней обсудила если бы была у меня такая возможность и это не имеет никакого отношения к тому сотрудничаю ли я в своей общественной деятельности с государством или нет я, как гражданин имею право на голос в моей стране посмотрите с 2012 года все акции протеста в стране проходят под одними лозунгами за честные выборы за честные суды пора бы уже властям прислушаться к обществу Ольга Оленова осужденным по делу 27 июля грозят новые сроки Кириллу Жукову и Евгению Коваленко осужденным за применение насилия в отношении представителя власти ч. 1 ст. 318 УК РФ в ходе несанкционированных акций в Москве могут грозить новые суды об этом твердый знак рассказали адвокаты господь Жукова и Коваленко приговоренных ранее к 3 и 3,5 годам лишения свободы соответственно по словам защитников Следственный комитет России СКР продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках ст. 212 УК РФ во время протестной акции в Москве 27 июля в материалах дела Евгения Коваленко появился запрос следователя по особо важным делам Ивана Чибисова на допрос господина Коваленко в рамках расследования уголовного дела номер 11902450046000029 это номер дела о беспорядках по которому в июле, августе и сентябре были задержаны 16 человек читать далее сферам Мягко все вы не вы вы